данный урок посвящен пятому уровню откройте файл с кодом 5 уровня 5 level находится он в папке java up old lake 5 level с чего же начать разверните блок кода где прописывается импорт нажмите на плюс как видите у нас уже имеется две строки импорт к ним мы добавим еще восемь строк я расширю область для того чтобы написать код и вот здесь пишем а теперь я расскажу вам что такое импорт когда вы даете телефону команду например загрузить в текст view текст из файла со сценарием телефон понимает вашу команду и готов ее выполнить но он не знает что такое текст view поэтому мы и пишем импорт текст view и в наш файл пятого уровня five level загружается класс текст view и теперь телефон понимает что текст view это компонент который отображает текст пройдемся по каждому добавленному классу импорт view view переводится как видимость с помощью view телефон отображает разные компоненты на экране например это кнопки или картинки импорт имидж view с помощью компонента имидж view телефон работает с изображениями импорт текст view с помощью компонента текст view телефон работает с текстом импорт баттон с помощью компонента баттон телефон работает с кнопками импорт анимэйшен и импорт анимэйшен ютилс с помощью этих двух классов, Animation и Animation Utils, телефон может работать с анимацией. Import AsyncTask. С помощью класса AsyncTask телефон сможет выполнять наши команды, а именно, делать задержку текста на 5 секунд. Import Intent. Intent переводится как намерение. С помощью класса Intent телефон сможет выполнить нашу команду перейти на новый уровень. Все, с этим разобрались. Теперь подумаем, что мы будем использовать в пятом уровне. Конечно же, самое основное, это сценарий. Мы создали отдельный файл, в котором хранится сценарий, и назвали его 5Table. Теперь нужно соединить этот файл с пятым уровнем. Для этого после первой открывающейся скобки поставьте курсор, опуститесь на две строки вниз и напишите вот такой код. Он расшифровывается так. Есть файл 5Table. Специально для него мы создали переменную 5Table. Обратите внимание, все переменные пишутся с маленькой буквы. Для чего она нужна? Телефон не может напрямую обратиться к файлу 5Table. Телефону нужна помощь переменной. Именно через переменную 5Table телефон может заглянуть в файл со сценарием и достать оттуда нужные данные. Теперь опуститесь на две строки вниз. И здесь начнем объявлять другие переменные. Для чего нужно объявлять переменные? Простыми словами, переменная это ячейка памяти, которую телефон выделяет для хранения какого-нибудь значения. Сейчас я добавлю в код переменные и мы с вами разберем их подробнее. В пятом уровне у нас 29 строк. И каждую из них мы должны объявить отдельно. Там где на строке появляется текст, мы объявляем переменную TextView и пишем номер строки. Например, TextView 0. Это переменная для нулевой строки. Там где появляется кнопка, мы пишем PublicButton и с маленькой буквы название переменной. ButtonYes. У меня название переменных совпадает с названиями кнопок. Затем у нас имеется картинка. И мы для нее тоже объявляем переменную. PublicImageView ImageView 28. ImageView 28 это и есть та самая переменная. С помощью нее мы сможем давать телефону команду. Спрятать или наоборот показать картинку. После того, как все строки мы объявили, нам нужно объявить и о кнопке перехода на следующий уровень. Сделаем это на следующей строке. Кнопка называется ButtonNext. Затем нам обязательно нужен счетчик строк, чтобы телефон знал, на какой строке сейчас находится игрок. Называется переменная line. А тип у переменной integer. Это означает, что считаться будут только целые числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Дальше мы объявляем о переменной a. Она нам нужна для того, чтобы телефон через нее мог управлять анимацией. Например, плавно показывать текст. И последняя переменная counter. Дословно переводится как счетчик. Сейчас счетчик равен нулю. И это значит, что кнопка да или нет еще не нажималась. Когда игрок нажмет кнопку да или нет, то переменная станет равна единице. И позже мы напишем условие, что если счетчик counter равен единице, то кнопку да или нет больше нажимать нельзя. Это сделано, чтобы игрок не смог нажать два раза одну и ту же кнопку. Все. В этой части кода мы больше ничего делать не будем. Найдите строку setContentView.rLayout.5Level. Она говорит телефону о том, что у телефона имеется экран пятого уровня и называется он 5Level. После этой строки мы будем привязывать элементы, которые находятся на экране к нашим переменным, которые мы только что объявили. Заметьте, что привязка переменных происходит после второй открывающейся в фигурной скобке. Поставьте курсор после 5Level, опуститесь на две строки вниз. Я сейчас привяжу все переменные и подробнее расскажу о том, как правильно вам это сделать. Начнем с первой строки. В ней говорится, что имеется элемент textView. В коде к нему можно обратиться через переменную textView0. А на экране этот элемент можно найти под именем тоже textView0. И именно так привязываются все остальные элементы textView. Кнопка да привязывается точно так же. Посмотрите, имеется кнопка button. И обратиться к ней можно через переменную buttonYes. А на экране эту кнопку можно найти под именем тоже buttonYes. Для кнопки buttonNo все делается точно так же. Опустимся ниже до картинки. Расшифруем код, который привязывает картинку на экране к переменной в коде. Имеется изображение imageView. К нему можно обратиться через переменную imageView28. А на экране эту картинку можно найти под именем тоже imageView28. Ну и завершается код кнопкой перехода на следующий уровень. Она же у нас расположена на экране. Значит и ее нужно связать с кодом. Делается точно так же. Имеется кнопка button. Обратиться к ней можно через переменную buttonNext. И на экране она расположена под именем 5ButtonNextLevel. После того как мы привязали все переменные к элементам на экране, нам нужно загрузить в каждый textView по строке из сценария. Делается это здесь же. Опуститесь на две строки вниз. Напишите вот такой комментарий. Загружаем сценарий в элементы на экране. А на следующей строке напишем длинный код. Вот посмотрите. Вот такой код мы сейчас с вами написали. Сейчас я объясню вам как этот код работает. Для textView0 устанавливаем текст, который телефон возьмет с помощью переменной 5Table. Из массива fiveScenario.ru строка под номером 0. Наша переменная fiveTable связана с файлом fiveTable, в котором хранится сценарий. И если прямо сейчас открыть файл со сценарием, то мы увидим тут массив, который называется fiveScenario.ru. Именно в нем хранятся все строки со сценарием 5 уровня. Закройте файл со сценарием. Вот именно так мы с помощью переменной вытягиваем строки из файла со сценарием. Опуститесь назад к коду. Посмотрите, на четвертой строке у нас находятся кнопки. Для них не нужно вытягивать текст, поэтому мы эту строку заменяем простым комментарием. Кнопки да, нет. Еще ниже, на 28 строке. У нас находится картинка. Для нее тоже не нужно вытягивать текст из сценария, поэтому мы также заменили эту строку комментарием картинка imageview28. Сейчас запустите игру и проверьте, правильно ли у вас отображается весь текст на экране. Текст на экране появился. Все элементы стоят на своих местах. Теперь нам нужно дать телефону команду спрятать все, что есть у него на экране. Игрок ведь не должен это все увидеть раньше времени. Мы будем постепенно показывать игроку по одной строке. Опуститесь вниз на две строки. Напишите комментарий. Внизу код, который прячет текст. А сейчас напишем сюда большой кусок кода. Вот посмотрите. Вот такой код мы написали. Он объясняется очень просто. Для текст view 0 установить видимость невидимой. И также для каждого элемента. Посмотрите. Для кнопок то же самое. Для картинки точно такой же код. И для последней кнопки далее, button next, мы пишем точно такой же код. Теперь снова нужно запустить игру и проверить, все ли элементы на экране мы спрятали. Вот как выглядит наш пятый уровень на данный момент. Здесь нет ни одного элемента. Пусто. На этом мы урок закончим. А на следующем уроке сделаем появление текста с задержкой в 5 секунд. Чтобы первым узнать о новом видео уроке, подпишись на мой канал. Подпишись на мой канал.